В Атравовской области по тревоге подняты воинские подразделения регионального командования Запад. По полученным данным, вблизи от областного центра замечена многочисленная группа вооруженных людей. К месту событий в срочном порядке стянули силы военных для уничтожения противника. По такому сценарию в регионе стартовали тактические учения по противодействию диверсионным и террористическим отрядам. Согласно легенде учений, многочисленная группа вооруженного противника была замечена вблизи областного центра. После их блокирования сдаваться они, естественно, отказались. Было принято решение об их уничтожении. В операции были задействованы все силы и средства, состоящие на вооружении у военных. В результате массированного обстрела основная часть противника была уничтожена. Однако несколько террористов смогли прорваться в сторону населенных пунктов. Переправившись через реку, группа из 15 боевиков укрылась в одном из старых пионерских лагерей. Населенный пункт был отцеплен, к месту прибыла штурмовая рота. В свете происходящих военно-политических событий в мире, непосредственно в Сирии, в Ближнем Востоке, мы видим, что все боевые действия происходят в основном в населенном пункте. Поэтому и тематикой данного тактики специального учения, именно выбран населенный пункт, личный состав отработал свои действия по штурму населенного пункта. По словам специалистов, сегодняшнее учение мало походит на предыдущее. В современных условиях так называемая классика уже не подходит. А потому постоянно изучается опыт других стран, анализируются военные конфликты и действия сил спецназначения. Во время отработки учитываются все нюансы, даже маловероятные. В наше время боец спецназначения должен уметь вести бои не только на полях, но и в лесу, в горах, в населенных пунктах, быть своего рода универсалами своего дела, быть профессионалами. Каждый боец спецподразделения отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь своих товарищей, и за успешное выполнение боевой задачи. Кульминационная часть учений занимает всего несколько минут. Рота спецназа при поддержке боевых машин «Орлан» штурмует здания с применением различного снаряжения спецсредств. При этом все подходы заминированы минами и растяжками. Пока бойцы зачищают здания, выбравшихся боевиков поджидают крупнокалиберные пулеметы бронированных машин. На данном этапе, на практическом этапе, личный состав отработал свои действия по штурму населенного пункта, по блокированию населенного пункта, по штурму населенного пункта. Личный состав воинской части с поставленной задачей справился, своевременно выполнил поставленную задачу. По словам организаторов, учения будут проводиться и дальше, но по более сложным сценариям и с большим числом участников из других силовых ведомств. Толгат Укигулов, Азельханов Ахитов, Кемирал Султангазеев, Атырау, Хабар-24.